здравствуйте дорогие мои подписчики и гости моего канала я вас всех приветствую сейчас будет онлайн расклад а тема будет такая его отношение ко мне на данный момент давно я не делала раскладов по вариантам давайте сделаем все таки да и так вариантов будет 6 вам нужно будет выбрать всего лишь одну свою карту и мы посмотрим его отношение вашего мужчины к вам на данный момент итак первая карта вторая карта третья карта 4 5 и 6 выбирайте выбирайте одну из шести карт и мы будем смотреть итак вопрос его отношение к вам на данный момент определились итак смотрим кто выбрал первую карту его отношение к вам на данный момент на данный момент он находится в некой тупиковой ситуации с вами он не знает как сейчас ему поступить что ему сделать какой сделать так скажем выход да потому что он прекрасно понимает что ваши отношения никак не развиваются абсолютно в тупике и плохо и хорошо одновременно его это не устраивает и он понимает что вас это тоже практически уже не устраивает поэтому возможно между вами сейчас есть пауза и паузу взял может быть тоже и он для того чтобы подумать осмыслить как ему сейчас идти к вам так какой дорогой еще давайте посмотрим его отношение к вам на данный момент да да он будет решаться он будет думать он будет смотреть на ваше поведение и по ситуации будет действовать а действовать он будет со временем я вам говорю то сто процентов потерпите немножко потому что он разрабатывает так скажем план барбароса по покорению вас понимаете так что ждите до отношения на данный момент тупиковый но выход из него он ищет выход будет и он будет очень такой знаете яркий мощный сильный через разговоры через встречи через интим ждите дальше кто загадал цифру номер два ваши отношения но скорее всего мужчина возможно занят или он женатый или скоро женится или у него же есть гражданская до жена с которой он давно живет ну здесь как вариант тоже может быть может быть он просто с мамочкой живет да вот мамочка его опекает он мамочкин сыночек и так далее и его отношения с вами все зависит от вас вы его закрыли вы его заблокировали вы не хотите с ним не видеться не общаться он прекрасно понимает это и в этой ситуации он ведет себя как императрица он ничего делать не хочет он ждет от вас когда вы его подключите к себе когда вы к нему вернетесь ему позвоните напишите предложите что-то потому что ваших отношениях на данный момент этот мужчина ведет себя как капризная барышня еще давайте посмотрим на отношения с вами он считает что вы ведущая в этих отношениях и вы должны все делать сами а он так должен как бы рядом быть да поддаваться на все это карта влюбленный говорит о том что мужчина еще не может выбрать вас или кого то другого он несвободный я вам говорю сто процентов этот мужчина несвободный большинстве здесь сейчас вариа в этом варианте мужчина несвободны но все-таки может быть что мужчина при мамочке при мамочке то в таком случае здесь мужчина все-таки выбирает быть с вами просто до встречаться с вами дальше. Или же нет. Может быть, еще если мамочка ему говорит, ой, сыночка мой, ты у меня самый лучший, тебе там нужна такая женщина. И он думает, да, действительно, мне же такая женщина нужна. Мама же лучше знает. Еще его отношение к вам на данный момент. Да, но он никуда не торопится. Абсолютно никуда не торопится, потому что он считает, до такой императрицы, как вы, шикарной женщины, нужно еще много всего приложить усилий и добиться, в первую очередь, материального благополучия. Потому что вы, женщина, материальная, благоустроенная, обеспеченная, все у вас есть. И до вашего уровня нужно ему дорасти. Поэтому зарабатывай деньги, он работает. Жена, может быть, там еще дали, мамочка его как бы постоянно говорит, давай, давай, зарабатывай деньги. Ему хочется встать на ноги, он хочет подняться до вашего уровня. Кстати, здесь мужчина может быть вас моложе, имейте в виду. Моложе даже чисто по энергетике, не по возрасту. Но по возрасту тоже может быть. Вот здесь мужчина должен стать серьезным, мудрым, сильным, твердо встать на ногах и зарабатывать хорошие деньги, подняться до вашего уровня. Поэтому здесь он капризничает, стабильность, вот это то, что сейчас происходит между вами, его как бы даже и устраивает это. Поэтому он хочет, чтобы вы его добивались, и вы для него все делали, и воспринимали его таким, какой он есть. Третье, кто загадал. Его отношение к вам на данный момент. Он здесь эгоист, старший аркан солнца. Мужчина очень сильно любит себя, он для себя самый любимый, и все девочки любите меня тоже. Я, 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 везде он только я. Так, он хочет, чтобы его, да, ценили, почитали, в ножки кланялись. Его отношение к вам. Ну, его отношение к вам. Вы знаете, он, в принципе, ничего для вас делать не хочет. Он, скорее всего, у вас, ну, знаете, как-то ведет с вами беседу, разговоры о чем-то таком будущем, я не знаю, красивом, сексуальном, но ничего нету реального между вами на данный момент. Один из вас тоже, я могла бы сказать, один взрослый, другой чуть помоложе, да, даже элементарно, не по возрасту, а по энергетике. Один другого воспитывает. Мужчина здесь большой эгоист, очень сексуальный, очень брутальный, очень красивый мужчина с большой буквы, себя любит, себя холит, леет, такой павлин с хвостом красивым, да. И мужчина, в первую очередь, только я, я, я. Я не знаю даже, как он к вам относится, он хочет, чтобы вы его любили. Здесь все больше он хочет к себе отношений, нежели к вам отношений, понимаете. Дальше. Кто загадал четвертую позицию? Так, его отношения к вам. Это конфликты, споры. Он всегда хочет вам что-то доказать, вам что-то объяснить, наставить на путь истинный и сказать, милая моя, ты опять не права, касса черная, это белая. Еще отношения к вам. Это, знаете, такой заядлый спорщик. И знаете, что хитро, когда он с вами спорит, когда он вас выводит на эмоции, на злость, а потом резко превращается в такого котенка и говорит, ой, милая, почему ты на меня так обозлилась, я же такой хороший, давай будем мириться, давай мирным путем мы с тобой разрулим. Вот здесь очень хитрый манипулятор. Мужчина такой, знает, как вести беседу, как давить на женщину, а здесь женщина, извините меня, больше глупая, потому что поддается на его уловки хитрые. Здесь мужчина карабас-брабас, женщина как марионетка. Простите, говорю как есть. Если вы со мной не согласны, перезагадайте позицию, это не ваша позиция, потому что здесь четко прослеживается сильного такого мужчины-лидера, который ведет, может быть, даже где-то тайную психологическую борьбу самой элементарно женщиной, что не следует делать нормальному мужчине. Вот здесь у мужчины какая-то больная психика, ему пойти бы и с мужиками разобраться, а он с женщиной разбирается. Поэтому, возможно, здесь отношения через интернет, через расстояние, возможно, кто-то от кого-то, может быть, даже уехал, как вариант, может быть, здесь бывшие супруги до сих пор никак не могут договориться, как расстались, так и все. До сих пор воюет, хотя он уже хочет примирения, как бы. Еще его отношения к вам на данный момент. Да, вы для него как холодная, далекая звезда, скорее всего, расстались, и, может быть, находитесь от него вдалеке. Споры, конфликты могут возобновиться опять же, если вы опять с ним начнете, так скажем, иметь какие-то общие дела или связь. Поэтому, имейте в виду, это не ваш мужчина, ни к чему хорошему вас не приведет, вы уже не один раз на нем ошибались, и поэтому делайте выводы. Как он к вам относится? Да как, как сказать, не как любимой женщине, а некому такому другу, товарищу, кому он там еще что-то последнее не высказал, осталось что-то еще, накипело, и не дали ему высказаться, бедному. Вот здесь очень суровый мужчина, имейте в виду. Дальше. Хотя, что интересно, он постоянно к вам тянется, да? Подкалывает и все-таки тянется. Ну, это больной человек. Кто загадал цифру номер пять? Его отношение к вам, да? Вы знаете, он вас боится, видит вас ведьму, он считает вас тайным врагом, в принципе, вы от него закрыты, может быть, вы его заблокировали, видеть не хотите. Он никак не может даже, может быть, к вам пробиться, а если даже уже пробился на вашу анкету в соцсетях, то он пытается вас разгадать, понять, какая вы женщина, делаете ли вы какую магию, на него порчу, там, или еще что-нибудь, или приворот, да? И он хочет все понять, стоит ли ему вас бояться или нет. Еще его отношение к вам на данный момент. Еще. Ну да, здесь, возможно, вы находитесь на расстоянии, на расстоянии, или, может быть, вы уехали от друг друга в данный момент, ушли от этого человека, закрылись от него. Кстати, здесь могут быть мужья, бывшие мужья, бывшие мужчины, с кем вы жили вместе в гражданском или в законном браке. Вас он видит, как женщину из хорошей, кстати, семьи, что еще не странно, да? Ведьма из хорошей семьи, это вообще нормально, потрясающе. Порой у мужчин работает мозг в отношении женщины. Здесь мужчина считает, что вы богатая, для вас семья на первом месте, ваши дети на первом месте, родители, родственники, кому вы помогаете, где вы постоянно работаете, усердно работаете, зарабатываете деньги, чтобы вам жилось и вашим родным, близким жилось хорошо, потому что вы очень ответственная женщина, ко всему очень серьезно подходите. Он это все знает, он все видит, что вы потрясающая хозяйка, вы прекрасная жена, вы знаете, об этом он тоже думает. Но вы от него далеко, вы его бросили, вы от него ушли, и он к вам относится, кстати, неоднозначно, потому что ведьм все-таки он больше боится, да? Поэтому, с одной стороны, боязнь к вам, а с другой стороны, он видит вас, как потрясающе хорошую женщину. Но он не думает о том, стоило бы к вам вернуться или нет, это не к этому варианту. Он еще пока как бы изучает, что ли, вас хочет, пытается, может, понять, какая вы сейчас, например, да, если вы давно расстались. Так, и еще, может быть, сожалеет о том, что между вами есть расстояние. Здесь расстояние может абсолютно любое, там, хоть, если вы на одном конце живете, на другом конце живете, или же здесь страны, города, моря вас разделяют. Это шестая позиция. Его отношение к вам. Ну, я бы сказала, что мужчина к вам относится хорошо. Ну, хорошо. Он видит вас, что вы женщина терпеливая. Может быть, да, вы беременны, кстати, как вариант. Или он хочет, что вы были беременны от него, да? Или он думает, что, может быть, вы беременны от кого-то, например. Но здесь и может быть вариант беременности, кстати. Так же он видит, что вы молодая, молодая душой. Не важно, что сейчас вам, например, 60 лет. Вы молодая душа. Он вас это видит, потому что вы такая озорная, вы такая простая, вы такая хохотушка, вы такая, знаете, ну, такая компанейская. Ну, свой человек, свой человек. Любите природу, любите свой маленький, уютный загородный домик, например, или свою квартирку, где выращиваете цветы. Такая женщина, знаете, вкусная. Вкусная в том смысле, что, ну, с вами голодным точно не будешь, и вы всегда накормите, всегда дома посадите, в своей квартирке уютной, красивой. То есть вы такая настоящая, хорошая женщина. Ещё, его отношение к вам на данный момент. Это стабильность, конечно. Он хочет любви. Он хочет любви. Он хочет каких-то таких, ну, может быть, начинающихся отношений, да, вот, ну, как бы, где вы ему скажете, приходи ко мне на чай, да, или давай встретимся, погуляем, там, я не знаю, мороженое покушаем, да, зимой. То есть здесь может быть такой вариант, что он хочет от вас импульса, вот этого вот, да, когда женщина готова, он ждёт этого импульса. И, в принципе, вы ему очень сильно нравитесь, потому что всё, что есть в вас, ему нравится. Вы, может быть, можете быть очень разной, интересной, строгой, милой, доброй, да, ласковой, темпераментной. У вас есть всё, шквал вот этих эмоций, вы знаете, как где-то вот этот водопад, я не знаю, там, да, красиво разливающийся. Так, его ещё давайте посмотрим отношения к вам. Да, и в то же время вы королева жезлов, ведьма, да, ведьма, королева жезлов. Ну, большинство процентов здесь всё-таки ведьмы. Но он вас видит такой же информацией, с него считываем. Поэтому, и он иногда думает, боже мой, я не с одной женщиной, наверное, живу, а 10 женщин в одной, да, от неё можно ожидать что угодно. Она днём ласковая белая кошечка, а к вечеру она пантера чёрная. Ну, ему так, ну, драйв у него есть, конечно, а что, здесь и есть. Хорошо, что мужчину, когда ты с ним не одна, одна типичная с утра до вечера, он же тебе приелся, как прочитанную книгу тебя знает. А когда здесь в женщине располагается всё, да, эмоции, чувства, всё-всё-всё, она может быть любой. И она и работать может, и тебя ещё погонит, если надо, на работу с утра 7 часов, да, то есть здесь ему нравится всё, его отношение к вам, он балдеет от вас, он балдеет, и сексуальная страсть, вы когда хотите, вы сами на него как пантер нападаете, да, и не важно, что он там после работы устал, если вы хотите, всё, значит, он должен. А ему это тоже нравится, ну, потому что вот у вас есть вот этот вот, понимаете, вы, вот когда вы его держите вот так, вы знаете, где немножко отпустить, где немножко опять его взять в руки, где немножко его чуть-чуть отпустить, где надо ещё его взять в руки, вот у вас это хорошо получается, а вот такого мужчину, как он, кстати, вот так и надо туда-сюда, понимаете, вот так его надо всегда, потому что вот так откроешь, убежит, вот так его надо держать, но всегда, как говорится, кнутом и пряником, но отношение, я уже заговариваюсь, его отношение к вам, конечно, хорошее, он от вас просто балдеет по полной программе, он же просто, это ваш мужчина, никуда он от вас деться не может, даже если вы не общаетесь, знаете, у него в жизни сейчас полная, ну, вы поняли, от того, что вас рядом нету, он вас вспоминает, до сих пор не может забыть ваш запах духов, тела, не знаю, волос, но он хочет вас и хочет быть с вами, потому что он от вас действительно балдеет по полной программе, вот такой был расклад на отношении по вариантам, всех люблю, всех обожаю, спасибо, что остаетесь со мною, будьте счастливы,